Усадьба Марьина Родовое имение Строгановых Голицыных Ледчайший случай передачи федерального памятника культуры в частные руки. Строгановых Голицыных Приехала в запущенную и заброшенную усадьбу, которая стояла на продаже. Мне что-то так жалко ее стало. Думаю, надо купить. Была возможность. И хоть что-нибудь сделать. Ну, сохранить. Ну, сколько смогу. Ну, как смогу, так и сохранить. Ну, а когда уже начинаешь заниматься предметом каким-то, куда-то вкладывать свои мысли, и деньги, и какие-то свои мечты, устремления, желания превратить жизнь во что-то полезное, может быть, и для себя, и для других. И это очень приятно, ты же от этого получаешь удовольствие. Ну, у каждого свои интересы и устремления. Кому-то нравится, там, может быть, музыка, и идут кому-то какие-то современные вещи и большие праздники. Ну, а мне вот нравится вот эта усадебная жизнь с ее парками, с ее ландшафтом. Вот у нас же большая ферма, там животные живут. У нас есть сад фруктовый, у нас и лошади, и страусы. И мы кормим посетителей своей продукции. Это у нас практически все есть. Я же советский человек. Я же выросла. Когда все было общее, все общее, так и осталось у меня. Хоть я и вкладываю свои деньги, но все равно все общее. Да и мы здесь все люди временные. Ну, временные люди. Побыли, что-то поделали, ушли. Усадьбе 200 лет. Те люди, которые создавали, строили ее, они вкладывали свои средства, они там думали, что это на века и серьезно. Все меняется, приходит, уходит. Но созданное ими вот это произведение искусства, это усадьба с ее пейзажами, это дом, эти какие-то произведения искусства, которыми был наполнен дом. Сейчас они в орбитаже, в русском музее. Все это сохранилось. То есть создавать это всегда полезно. Всегда полезно. И это все равно остается во времени. И замечательно. А усадьба же это еще и ландшафт. Это же запруды, всякие озерки, островочки, мостики. И все это вдали, чтобы было видно, чтобы в этом можно прогулки. У нас вот за рекой искусственные пруды, за рекой у нас не было территории усадебных. Но сейчас это видовая точка. И мы вот там сейчас выкопали пруды, у нас там ферма. И мы дальше копаем эти пруды, у нас будет водная феерия. И с этой стороны, если вы ехали, видели, народ купается. Если вы ехали, это вот мы сделали пляж, это наша территория. Это мы там опять же развиваем в ту сторону, чтобы можно было, если здесь закрытый парк, частный и платный, то там как бы для посетителей, которые приезжают, и для местных жителей какое-то место для отдыха. Впервые в усадьбе Марьино я побывал в 2019 году. Сюда мы приехали вместе с японскими артистами на праздник сирене. У них остались очень теплые воспоминания об этом месте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас более 30 номеров, кормим своими продуктами, поэтому тут можно пожить и как-то и на велосипедах покататься, и на лошадях, и на лодках, и есть чем заняться в библиотеках. Если человек живет у нас в доме, он пользуется всем домом, валяется на диване, читает книги, трыкает на инструментах. То есть мы слышим, как домик. А по поводу усадьбы в частных руках, я состою в ассоциации владельцев исторических усадьб. И нас уже 40 человек, частников. Усадьбы в самые разные, большие, маленькие, разного состояния, сохранности. И все такие же дурачки, как я, валивают туда свои деньги, и ни надежды на конечный результат какой-то, возврата, это нет. А вот просто сам процесс восстановления, история, какие-то мероприятия связаны с этим, и сохранение, вовлечение окружающих жителей в этот процесс, какое-то сохранение, созидание. И вот наша бригада растет, растет и растет. Просто приходится тем, кто покупает усадьбы, или как-то их получает в свои руки, и нет определенных правил грамотных, чтобы это можно было осуществлять грамотно, умно, и тогда бы восстанавливалось больше. А государство как бы не желает расставаться с награбленным, а восстанавливать денег нет. Я всегда говорю, отдайте людям. Отобрать всегда можно, а так хоть сохранится. Субтитры создавал DimaTorzok Для наполнения Думы предметами, которые относятся к той эпохе, которая дореволюционной, естественно, мы собираем по комиссионам. Кто-то дарит что-то, где-то новодельные какие-то вещи есть, но по образцам. Натащили, натащили. А теперь нам делают подарки. Подарки стали делать чаще. Дарят музыкальные инструменты, какие-то шкафы огромные, которые в доме держать нельзя. Какие-то предметы передают, чтобы сохранить. Понятное дело, что здесь у нас все-таки экспозиции, ходит народ, смотрит, и все это в дело. И вот завтра мы едем к Владимиру Ильичу Филатову, который нам дарит какие-то предметы. Вот что он нам подарит, не знаю, но он сказал приезжать на автобусе, и он там нам даст и светильники, и зеркала, и там еще что-то. Он распределяет свое имущество по музеям. И вот в Эрмитаже досталось какие-то предметы, русскому музею, в царском селе Александровскому дворцу, и вот дошла до нас очередь. Нам приятно быть в этом ряду, нам приятно, что нас отмечают, и считают, что достойно, если предметы будут находиться у нас, для всего общего допозрения. И нам хорошо. То есть мы пополняем экспозиции, у нас все на виду, не в запасниках, а все можно увидеть. Сидит! 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 Конечно, всякий культурный обмен – это очень полезная вещь. Мы узнаем о культуре другого народа, мы понимаем, как он мыслит, как он воспринимает действительность, как он относится к жизни. Это всегда интересно. Обмен всегда полезен. Всегда полезен. Я делаю то, что мне интересно, то, что мне хочется. И у меня есть такая возможность. Это счастье безмерное. Вот и все. Ни о чем другом я не думаю. И думаю, как это все получше устроить, как получше посадить интереснее, сделать дорожки, мосты строим. Вообще у нас очень большая интересная усадебная жизнь, бесконечная. Все время чем-то занятая. Круглый год, как хорошо. Владелица и меценат Галина Георгиевна Степанова за активную деятельность по восстановлению имения стала лауреатом национальной премии «Культурное наследие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин